Глядя как ловко, Мария Абрахимовская кладёт стишки и не скажет, что у этого человека большие проблемы со зрением. Из-под её рук выходят потрясающие вышивки, а количество использованных цветов не может не восхищать. Грех не похвастаться. Это вот забитый фон самый большой, 50 с лишним цветов. Вот это вот у неё получается. Но здесь было легче в том смысле, что они друг к другу и расчёт такой шёл. Ещё грудным ребёнком Мария получила травму, которая привела к ДЦП. Оказались проблемы и со зрением. Врачи сказали, что не то, что вышивать. Говорить и ходить ребёнок не будет. Но материнская любовь, постоянные занятия и надежда на лучшее сотворили чудо. Мы пошли, мы сели, мы заговорили. Всё с опозданием. Но всё это у нас пришло. Так что мы... Слава тебе, Господи, что у нас такая Маша. Картины на стенах радуют глаз. Над каждой из них Мария трудится порой больше года. И только близкие знают, сколько сил стоит эта красота. Ну, ей нравится. Мы сколько раз ей говорили, потому что бывает, начинается вот и со зрением проблемы, и потом головные боли. Всё это связано. Ну, даём ей отдыхать. Я говорю, может быть, не надо чего-то. Ну, ей нравится это. Увлеклась Мария вышивкой не сразу. Вначале были пазлы, которых она сложила великое множество. Потом один из знакомых показал, как вышивать. И Маша заразилась. Салфетка. Кружево. Вязанное кружево. Кружевная вышивка также подвластна мастерице. Но не только к творчеству расположены трудолюбивые руки Марии. Она, конечно, очень помогает. И по дому. Я не знаю, что такое гладить. Убирается она сама. Она что-то элементарное, она может приготовить. Потому что до некоторого времени, до 50 лет я работала. Ты что делаешь у нас? Что? Гладим. Гладим. У меня было такое хобби. Я очень любила гладить. Теперь я ненавижу гладить. Ни одной вещи я не глажу. Но гладит Маша. Раньше Мария черпала вдохновение в путешествиях. Теперь для родителей и пенсионеров это роскошь. Но культурные мероприятия поблизости посещают постоянно. Маша, где мы были в последний раз? Ездили. В Московское лето. В Московское лето мы ездили. В Московское лето мы ездили. В Круг Света мы были. Царицыно. Мы каждый год ездим на Круг Света. И нам в этот раз, первый раз был в Царицыно. И нам очень-очень понравилось. И раньше работы Марии выставлялись на конкурсы. Но в этом году одна из ее вышивок будет представлена благотворительной акцией. 22-го нам сказали, это в торговом зале Солнечный, вот этот вот универмаг Солнечный. Там на первом этаже будет как раз ее работа, одна из работ ее будет вот продаваться. Ясно. А что за работа? Известна ли? Фантазия. Мария и ее семья с удовольствием делятся рукотворными картинами. Хотя каждый из них это своеобразный символ мужества и веры в себя. Главное, что они несут радость людям. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Так что такие.